Итак, друзья, PowerSlide V SAV. Вы просили, чтобы мы рассказали как можно больше, поэтому у нас сегодня нет сценария. Поехали! Обзор будет состоять из трех частей, там где я расскажу о boot V, о RAM SAV и о том, как это сочетается вместе. Так, начнем с boot. Я думал, что boot V вообще бесполезная штука, то есть ты не понимаешь удобства быстрой шнуровки и всего такого, пока ты это не попробуешь. Первый раз, когда я на них катался, это не впечатлило меня, то есть быстро и быстро, ну неважно. И второй раз, и третий раз, когда я на них катался, я полноценно смог это оценить, то есть это все происходит гораздо быстрее, и если тебе нужно просто ехать вперед или назад, то это отличный вариант вообще. Так что V меня достаточно впечатлил, то есть сборка нормасик, вот. Я думал, тросики сделаны не так качественно, оказалось, что они сделаны гораздо более качественно, чем я предполагал. Вот эта защелочка очень удобна и очень интуитивна, вот, и она очень просто разбирается, то есть ты закручиваешь-закручиваешь, а когда ты хочешь, чтобы ногу вытащить, ты просто делаешь полповоротика и все, достаешь кроста. Но есть один минус, это то, что, не минус, особенность, то, что лайнер вечно достается вместе с твоей ногой. То есть каждый раз, когда ты достаешь ногу, ты достаешь вместе с лайнером, потому что он здесь, будто лайнер отдельно идут. Поддержка фитнесерская, но при этом фитнесерская, не совсем фитнесерская, стабу поддержат очень хорошо. Не на уровне ванвилов, слайдов, не на уровне экстремального контроля, но на уровне того, что ты будешь передавать усилия колесам, очень хорошо. То есть нога не болтается, никуда не ходит, стопа держится очень хорошо. Сверху, как и, наверное, во всех роликах по Руслайд, немного не хватает поддержки. Я не знаю почему. Им нужно сделать другие кафы, но это на самом деле не так страшно. Вот конкретно в этих роликах, потому что тебе нужно ездить вперед-назад, возможно, какие-то прыжки. Но как бы все понимают, что от фитнесов ждать экстремальной поддержки не стоит, для этого существуют другие ролики. В целом сборка радует, то есть ничего не разваливается. Я думал, вот эта конструкция, она будет шататься вечно, что-то скрипеть. Но на деле, когда ты фиксируешь ролики, то они становятся монолитными. САВ, это на самом деле эмоции в чистом виде. Рама очень толстая, очень крепкая, вот по ощущениям, по виду, и, наверное, так и есть вообще. Когда ты смотришь на нее, когда держишь ее в руках, кажется, что, ну, черт подери, да, она хороша. Но колеса одинаковые идут, тут где-то плюс-минус 125 миллиметров идет, и какие-то устойчивые подшипники к различному виду нагрузок. К воде, к пыли, грязи, то есть... К воде нет. К воде нет? Ну, мы протестировали их на воде, и они, в принципе, живые. И у нас была ситуация, то, что колеса были накачаны вот с магазина, нам их дали, и они были накачаны настолько, насколько были накачаны. И это был фейл вообще. То есть ты их обуваешь и такой думаешь, как на этом ездить вообще. Вот ты пытаешься, ты стараешься, потеешь, и вообще выхлопа никакого. То есть ты вроде едешь, но ты не едешь. И я из-за этого упал, я из-за этого чуть ли там не поломался полностью, но мы вовремя решили накачать колеса, и это все изменило на самом деле. То есть чем более накачаны ваши колеса, тем счастливее вы будете человеком. 6 атмосфер для них будет отличным рабочим давлением. Насчет колес. Колеса продаются отдельно, стоимость них 300 гривен. И есть очень важная штука, что можно купить отдельно покрышки. То есть если покрышка пробита, вам не нужно покупать целый блок. Покупайте покрышку и меняйте. Колеса, наверное, достаточно устойчивые, но при этом, если вы будете кататься по какому-то рандомному месту, там может быть стекло и всякие острые предметы, которые могут покрышки проколоть. Все-таки все, наверное, транспортные средства с надувными покрышками этим страдают. Ну и, понятное дело, это расходный материал, поэтому они покупаются отдельно. Можно покупать, если вы полностью раскрошили, можно покупать полостью колеса, если нет, то покрышки. Насчет торможения. То есть здесь вы не сделаете слайды, если это не гравий какой-то. Если это какое-то более-менее ровное покрытие и оно цепкое, то слайды делать не стоит. Можно выезжать на газон, куда-то, вот в такие места или фонариками останавливаться. Насчет маневренности и ощущений катания. Это примерно паритет с Megacruiser 125 мм, потому что, ну, размер примерно такой же и... Ну и все. Возможно, здесь рама немножко длиннее, но во время катания, если вы пробовали те ролики, если вы пробовали вообще трехколесные ролики, то проблем с этим не будет. Вам будет достаточно вполне наката и поворачиваемости. Прочность. Рамы очень прочные. Рамы выдержат, я думаю, все что угодно. Но они на это рассчитаны. Колеса достаточно прочные, если вы не будете ездить по стеклу и по шприцам. А ботинок? Я думаю, если вы хотите по хардкору кататься, то есть смысл покупать Метрополис, если вы их найдете. Но если вы хотите кататься без особого сумасшествия, то как бы виса идет. Они, я думаю, выживут. То есть за время теста с ними ничего не произошло. Абсолютно. Они стали грязными. Ну, как бы, все так и должно быть. Есть ли в этих роликах доля опасности? Конечно же, есть, потому что это роликовые коньки. Вы обуваете колеса на свои ноги и едете с достаточно большой скоростью. Опасность есть в торможении. Если вы неуверенный человек, то это будет очень опасно. Если вы вообще неуверенный человек, то в принципе опасно обувать такие ролики, потому что они очень специфические. Они для полного наслаждения, для фана. Если вы катаетесь по хардкору, по грунтам и всякому такому, то это круто. Но вы должны понимать, вы должны быть скилловым чуваком, чтобы получать от этого удовольствие. Насчет поддержки V. Я уже сказал, что сверху нога крепится не очень сильно. Но здесь очень большая разница с Megacruiser 125. Потому что здесь колеса все-таки резиновые. И они не такие жесткие. И они, площадь соприкосновения с поверхностью у вас получается гораздо выше. То есть вот с этой рамой гораздо устойчивее, чем с Megacruiser 125. Поэтому заваливание ноги не так страшно. То есть если вы боитесь этого, если вы неуверенный человек, если у вас ноги недостаточно прокачены, то да, это возможно будет вам минусом каким-то. Но если вы умеете и могете, то отлично. Еще после тяжелых тренировок или после тяжелого рабочего дня вы приходите домой. И благодаря одной особенности вы будете в тепле и комфорте. Потому что лайнера MyFit отличные тапочки для дома. Они вас согреют. Они вас укутают уютом и теплом. Поговорим о размере. У нас было три варианта. У мой 44-й, то есть эти ролики 44-го размера. 44-й хорошо. 45-й хорошо. 41-й хорошо. Дело в том, что V крепит полностью всю стопу. То есть не отдельно. Ты берешь шнурком в том месте, в том месте. Здесь полностью вся эта пластина прижимает ногу в любом месте. То есть если это ваша стопа, то она прижимается в любом месте. И это позволяет делать большой разброс по размерам. То есть потенциально вы можете с кем-то купить на двоих себе ролики. И по очереди катосить где-нибудь, когда-нибудь. То есть если у вас там разница в один, в два размера, то это будет вполне себе приемлемо. Эти ролики кажутся немного тяжелее, чем стандартные на 80 колес фристайл модели. Потому что, черт подери, здесь огромная рама. Она очень прочная и как бы этим все обусловлено. Суть этих роликов. Ты обуваешь их и тебе плевать. Ты едешь прямо, ты едешь вправо-влево, тебе плевать. Ты видишь яму, тебе плевать. Ты заботишься только о красоте мира вокруг тебя. О красоте деревьев, цветочков. О красоте девушек вокруг тебя. Ты становишься счастливым человеком, наверное, отчасти. Пауэр слайд, сав. Из минусов. Высокий порог входа, потому что не каждый сможет с нуля на этих роликах кататься. Когда ты берешь за вот эти штучки, все выпадает сразу. То есть ты берешь за лайнер, поднимаешь ролики. Ролики остаются здесь, лайнер остается у тебя в руке. Это не минус, но как бы не очень удобно. Возможно, кому-то сам ботинок по-рус-лайдовски не подойдет, потому что у меня конкретно болят ноги из-за моих особенностей. Вот поэтому все в порядке. А в любом случае, если есть какие-то косяки и вам что-то неудобно, вы сможете сделать термоформовку лайнера. Засовываете в печку, достаете, обуваете, зашнуровываете, закручиваете. И красота, вы счастливый человек. Теперь о вариативности выбора роликов. Эти рамы вы можете поставить на все модели PowerSlide. Я думаю, на все. Вот поэтому пусть будет на все. Лучше выбирать, конечно, для такой рамы более жесткую поддержку. То есть что-нибудь пластиковое или что-нибудь карбоновое. Это, допустим, Metropolis. То есть если покупать вот в таком полном сете, то лучше брать в Metropolis, я думаю. Metropolis, Hardcore, Ivo тоже подойдут очень хорошо. По мнению о скроллере, то есть нашего проекта, есть три вида людей, которым подходят эти ролики. Во-первых, это профессионалы, которым нужен экстрим. То есть люди, которые уже очень долго во всем этом. И им хочется чего-то нового. И они получают огромное количество всего нового вот с этой моделью. А потом это люди, которые хотят кататься в дождливую погоду или заниматься очень жестким фитнесом. И третий вид, это люди, кому не так повезло с покрытием, у кого в городе нет хорошего асфальта. Черновцы, Львов, эти ролики для вас. Вам будет, я уже сказал, вам будет плевать. Солнышко, брусчадочка. Ну, красота. Девушки. За предоставленные ролики большое спасибо нашим друзьям Extreme Style. Особенно Виталий. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Бомбите в комментариях. Мы все это очень любим. До встречи.